Привет, друзья! Находимся сейчас в Ротславе, мол, как ее назвала, говорили, вот, в Ротславское. На самом деле это не так. Просто смотрите, какой симпатичный рюкзачок от Майкла Корса. Вообще класс, просто. Стоил он 1400 почти, а сейчас 800 стоит, 799. Дайте-ка я его рассмотрю. Симпатичный. Такой прикольный, спиночка такая, там я потрогала, такая удобная, классная тема. Так, что еще и сумочка от Майкла Корса, 280, считайте. А, это Келвин Кляйн, прошу прощения. И что понравилось, здесь есть распродажа, вот, Хьюго, 100 злотых. И вот такая прикольная Томми Холфигер, 150. Вот, вышли с Наташей пройтись, посмотреть, мол, ну, слушайте, то есть тоже Томми Холфигер, 100, ну, 120, 119, 99, ну, спасибо, это 120. А, дикие красивые, за 100. Вот, Томми Джинс, ну, тот же Томми Холфигер, 180. И Келвин Кляйн, он такой, как бы, не такая какая-то резиночка, проклеенная с тканью. Ну, такое не очень, конечно, на пляже, но просто все будет мокрое. 200, Келвин Кляйн. Вот такой вот, что у нас с Холфигером, здесь 120, здесь 180, стоило, блин, 500 почти, вы что, народ? Не, ну, не знаю, как бы. Ну, сейчас Наташу позову, посмотрим. Хотя, честно, наверное, как бы, ну, на подарок никому не надо, а тапки-то у меня есть, в принципе. Мне Джордан, мои, нравятся. Вот, вышли погулять в эту, в Мол, в Ротславиков. Большая такая галерея, в Мол. Ну, посмотрим, что еще можно показать сейчас, подождите. Так, что здесь можно из мужской отдела, да? Ну, сумочки такие, ну, слушайте, есть, в принципе, смотрите, Томми Холфигер, да, 549. Ну, это известная фирма, и подарок будет хорош. Вот эта сумочка, кстати, мне нравится, бомбочка такая. Ой, извините, 430, дорогая. Кстати, Наташа, нет признак, что здесь интересно, 829, Кельвинг-Найн такой. Интересно, интересно. Ну, людей много на пасе, смотрите, людей много. Сейчас мы идем в Наташу, потому что я пошла сюда, Наташа пошла в другой отдел. Ну, таки, мне еще нравится, просто вот такая вот. Классная, много сюда положить, все можно, спортивная. Непонятно, какая цена, понятно. Вот она, 430. Ну, симпатичная, ну, не знаю, не на такие деньги. Так, ну, давайте еще Наташу найдем, спустимся, посмотрим, что там в женских отделах есть. Друзья мои, вкратце мол покажу. Вот такой, это второй этаж уже, вот есть первый этаж. Вот, ну, такой приличный, большой, вот. В Ротславию рекомендуют, как самый такой прикольный мол во Врославе. Вот, большой. И первый этаж идти далеко, и второй, и вон третий, еще куча лесенок. Давайте увеличу. Здесь я в спортивных магазинах сейчас стою. Ну, распродажи, скажем так, в Кракове было больше распродаж. Ну, а так что вот вкратце такой мол, не буду бегать показывать, лучше с вами шоппинг посмотрим. О, Наташу я уже нашла. Кстати, этот магазин показывали. Какой-то там Марк Энклокенберг называется, да? Тут и Хальфигер есть, и Марк Апо, и Кельвин Кляйн. Что смотришь? Да, там. А, сколько стоит? До 70. Ну, 480, за то, чтобы посмотрела. Есть небольшие распродажи там на Тапке, Супке, Кельвин Кляйн и Томми Хальфигер, но вообще, как бы, дофига, да, стоит. Вот, ну, вот в Кракове было больше распродаж, действительно. Ну, наверх можно поехать, заедем. Вот, Кельвин Кляйн. Наборчик такой, да? Это не наборчик, один такой телефончик, 180 стоит, иксесочка. 200. А такой 200, да? Ну, вот в Эмиратах мы белье покупали, в Марк Энклокенспенсер мы вам дали лайфхаки. А здесь я даже не знаю, какие лайфхаки дать. Ну, как-то очень сейчас все недешево, действительно, смотрите. Ну, там кофточки какие-то, светры, ну, мне они вообще, как бы, не очень нравятся. Ну, давайте с вами прыгнем наверх. Сейчас это что? Это же не может быть Барбары, правильно? Что это у нас такое? Кристианберг, 280. Да даже не Барбары, такая клетчаточка стоит, не знаю. Ну, дороговато. А, что там, как я прикалываюсь, Солея, Солея, Кельвин Клянь, Солея. Ну-ка, ну, покажите мне эти черненькие, уютненькие, 130. Да, не знаю, ну, мне словно какая-то ткань такая, мне не нравится. Но в бассейне она намокнет. Вот это резинка, понятно, ткань тут к чему. Это полностью резинка. Эээ, хеллфигер это, да? Ммм, 180. Это какие-то он-офф, включить-выключить. 60, ну, наверное, вам цена 60, в принципе, такие себе. Это снова эти пуфики, которые, не знаю, напишите, у кого такие были, намокают, не намокают. Вот, надо брать Наташу и идти наверх. Ну, как будет интереснее, мне кажется. Может, 220. Ну, Наташа, наконец-то, прикольные штанчики нашла, она говорит, да, я отойду. Кельвин Клянь. Потом такая, Наташа, ой, это же для мужчин. А сколько? 220? Нет, для женщин. Нет, для мужчин. 220. 220. Ну, а такой, да, прикольно, что они так, очень такой материал, который быстро... Быстро сохнет, и в нем легко. Видела, тапочки такие, ну, прикольно, вот такие, ну, неплохие, но все-таки... Цена все-таки вот, ну, такая, 130. Так что она вот... Что это такое? Хальфигер? Хальфигер. О, 150. Ну, это не, смотришь, а что прикольно, ты натрешь себе все здесь, мне кажется. У тебя будет просто болтаться на ноге. А вы что думаете? Ну, вот белые такие, но я не знаю, к чему это, честно. Вот. Что-то я подзависла тут на кофточке, просто я потом поняла, что это Марко Поло, но 260, а стоило 230. Ну, честно, народ, кофточка ни о чем. Даже какой-то материал такой себе. Хотела Наташу ее показать, потом думаю, Наташа за такое не носить не будет. Здесь, кстати, есть распродажи такие, мне одна тенниска понравилась, вот, с теннисными, такими, в теннисных ракетках, прикольно. Вот, стоит сейчас 40, ну, 10 долларов где-то. Вот такая прикольная, да, в теннисных ракетках. Ну, все равно, как бы, такая же розовая, есть такая смешная, как пижамная. Вообще, а так, ну, это все распродажи, в Кракове и больше было, намного, что я смотрела. Что это? Сент Оливер. Это Оливер. А, кстати, ткань вообще приятная, сильная. А ну, переложи к себе. Сколько она еще стоит? 50. 55. Слушай, ну, прикольная. Ткань, ткань, бимбо. А хочешь, я тебе покажу вот это вот? У меня срочно. А теперь посмотри, цена, хочешь посмотреть? Ну, целен, типа, что что? Ну, Марко Поло, конечно. Ну, так я же так и сказала нашим подписчикам. Да, подожди, иди сюда, я тебе покажу эту пижамную тенниску, она такая прикольная. Ну, я думаю, студенты зачмырят меня, если я в такую вот это вот, выйду, выйду на работу. Она как пижамка. Вот та реально как тенниска для физкультуры. Это, знаете, такая пижамка такая симпатичная. Ну, малая распродаж, ну, я не знаю, как бы, ну, вот, Марко Поло 130. Ну, блин, ну, мне что она такой бунетонской. Ой-ой-ой, покажи, 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 вынимай. Ну, она такая симпатичная, но все равно, как бы, вот та вот реально такая вот, как на работу можно надеть, я тебе как поприкал. Ну, еще раз скажи, о боже. Ну, покажи, что это? Такая кофточка 180 и сколько она стоит? Ой, господи, фирма какая? Да-да. Бухи его знает. А, фирма Бухи его знает. Еще какая-то чебурашка соя и 180 стоит. Ну, что-то вообще, конечно. Скажи, а такую в этом, в центре, ой, господи. В Центрпоинт, да? Да-не, в Карифории. В Эмиратах можно купить. Купила в Эмиратах за 20 тысяч. За пару долларов. О, и полетели уже. Кто так вешает? Вот, мы пришли, Наташа захотела мне что-то показать. Такое... Ну, нет. Странное. Страшный цветок. 120. А что за фирма? Джейкс. А, Джейкс? Ага, Джейкс. А какое ты маечку хотела отсюда показать? Вот такая. Ну, а чья фирма, сколько стоит? Персаз. Джейкс тоже. Джейкс. А стоит 60? Ну, не знаю, по мере. 60. Не знаю. А еще вот сделано. Приятная такая. Приятная. Ну, такой твердый полистерчик такой. Куда мне его носить, расскажи. Ну, не знаю. Значит, нет. Нет, значит, нет. А ну, да, Джейкс, видно тут. Представители фирмы Джейкс. А где, где, раздевалки, аж туда надо идти? Где, куда? Ну, идем посмотрим. Ну, вот, вот сюда. Вот, вот они. А, вот это есть. Кстати, идем посмотрим, что за раздевалки такие. Я, кстати, чуть не вышла в эту дверь, пока не увидела свое отражение там. А вот и раздевалка себе вообще не стула нифига, блин. Ну, вообще, ребята. Что-то как-то не... Нет, она не работает. Это значит, не раздевалка, наверное. Ну, так, нет. Можно здесь, конечно, раздеться, но... Это судьба. Будете отвечать, да? Это судьба. Поехать. Сына Таша уже не хочет. Ну, просто маечка, да. Ты начнешь. Что-то на что? Да, поднесся. Ну, дай мне. Скорее, идем наверх. Ну, идем наверх. Кто Михальфигель? Да. 529. Это не кожа туда наша? А ну, проверить. А что у нас тогда столько стоит? В магазин, кстати, называется Пик энд Клопенберг. Я сказала Марк, вот. Пик энд Клопенберг. Ну, прикольно, кстати. В Кракове тоже мы делали видео. Я купила там кенгурушку, что мы уже это не показывали. Ну, там были больше распродажей, интереснее. Что может быть, ну, больше час? Ну, поехали. Ну, приятно, что можно так добраться. Вот снова реклама этого магазина. Он большой. Я же говорю, все продается здесь. И Халфигер, и Босс, и Марка Полок, и Энвин Клайн. Не знаю. Оливер. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Вот. Такое-то там больше, более женское. Сейчас, может, я в футболочку себе найду какую-то интересную. Посмотрим. Ну, вот. Вот такие распродажи. Есть тоже XS. Ну, вот, смотрите, 159. Ну, я даже не знаю такую фирму. Прикольно. Ну, это есть футболочки. Мужские, есть женские. О, такой. Кельвин Клайн. Такой прикольный. 200. Такой прям, это рубашка прям, или какой-то, я не знаю, прям пиджак. Ну, сейчас тут пора, что-то найду интересное, покажу. Магазин большой и длинный. Вот здесь, в основном, представлены Босс и Хьюго. Хьюго Босс. Народ, я ржала. Футболка Карл. Ну, я понимаю, что там Карл Лагерфельд, все окей, короче. Ну, футболка Карл. Какие-нибудь, помните этот мем? Типа, Карл, Карл. Ой, смешно. Кстати, стоит прилично. Такой Карл 349. Елки-палки. Карл за стубах. Ну, Карл смешной. То есть, в футболки выходите, тебя друзья просто, наверное, застегут футболки Карл. Я уже так штучки 4 футболки выбрала. Сейчас пойдем с вами померяем. Ой, и убедимся, что мы зря не потратим деньги, я надеюсь. Это прикол отзыва. Так, Наташа вот джинсы нашла. А что такие сказать? Что? Сколько стоит? Да фера. Триста восемь. Ого, сто баксов, посеревайся. А я померяю взяла. А ну, покажи. А тут дешевле, тут вообще мы зашли в это. С брулью он там. Да. Ну, идем где посмотрим. Он уже примерочный. Потом я футболочкой померю. Так, где здесь войти в примерочную? А вот сюда вот можно, давайте. За двадцать восемь. Такая с длинным этим. Двадцать восемь чего? Двадцать восемь золота. Ну, такого прикольного. Мне кажется, она большая. Ну, так, ну да. Она большая. Ну, в школу же нельзя такую одевать. Сразу будет до свидания, замена контракта. Какая-нафига. Ну, как, она прикольная. Ну, и, да. А ну, вы прям спину. Ну, что вы самки? Прикольная? Ну, распрями, что там жив. Ну, тебе классная. Лаванда, да? Да, лаванда. Ладно, сейчас еще померю. Там фигер есть классная. Сейчас выйду. Давай. Ну, сверху. О-о-о-о. Ну, фигер сейчас очень. Ну, сто пятьдесят стоит. Хотя она висит на распродаже, где все по восемь зятят. А можно спросить? Ну, правда, очередь отстоять нам. Абсолютно. Ну, вот, вот восемьдесят стоит. Может, ты померишь? Там синенькая есть прикольная. Ну, халфигер все будет. Боже, как я жила без него всю жизнь. Шот. Бордовая, красная, левайс. Ну, это цвета левайс. А, кстати, она такая красивая. Ну, она красивая, облегает. Так, вот, это, ну, семьдесят стоит. Наташа сейчас будет выходить. Интересно, что у нас под джинсами где-то стубаксов стоят левайсики. Наташа, ты не можешь выйти? Ты сказала, что ты можешь выйти. Ну, вот я померила вот этот мам. Какие-то они стретчевые. Они, во-первых, какие-то тонкие, да, они стретчевые. Не, ну, не, 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 не. У тебя американские, что ты мерила, они лучше. Ну, такая попка у тебя хорошая такая у меня. Орешек. Не, хорошая вообще, ты что, такая просто, знаешь, что... Ну, хватит, хватит. Как ты все время говорила, у африканских женщин такие есть. Ну, это в джинсы делаешь. Ну, я не знаю, что тебе сказать. Не, ну, не, не, не. Цвета такие, господи, я столько еще у цветов, но такие они страшные все. Раньше реально какой-то цвет такой был морской волны джинс. Ну, нет джинсов хороших. Я помню, ты давно ищешь. Сейчас я посмотрела, такие дорогущие, по 500, по 900. Мужские, женские, нифига. А это что? А сейчас Наташа покажет наш лайфхак. Да. Проверит его. На вот тех джинсах, которые... Куговица вверх. Она, потому что мерила. Я схватила сначала 30 размер, ну, типа, думаю, мерить, потом... О, нет, подождите. Значит, хопа, он мне большой. Потом взяла этот. Вот этот. Видишь? Угу. Нормальный, да? Это 29. Значит, там такая, это... А потом беру 28, а 28 уже не сходится. А этот реально 30-ка большая. Прикольно, видите, какой-то лапачок. Куговица вверх, и мерить, опять же, это, это, стрейч. Бачишь, он стрейченый, это действительно. Но, 27-й уже был, ой, 28-й. Это 29-й, вот 29-й. И рост, наверное, 27-й, 29-й. Вот этот 29-й. И он нормальный. 30-й большой. Подписчики уже писали, что лайфхак работает. Работает. Да, у меня, а у меня выбор здесь вот, две футболки. Ну, 150, конечно, дорого. Спрошу, может, на нее есть скидка. Но это вот лавандовая, ну, прелесть просто. А сейчас... Да, она просто такая лаванка. Такая вот длинная, распашонка, классная. У нее такой вот, чем более стоит 28-й, вообще фигня, как бы. Ну, вот, классный такой материальчик. Ну, конечно, Tommy джинсы. Хотелось бы. О, приятная такая. Ну, какая она та, что скажешь? Ну, вот эта, конечно. Ну, да, но цена-то, извините. Но сейчас спросим, если 80-й, ладно? Потому что она висит там, типа, 80-й. А она там последняя. Если 80-й, ладно, а если нет, то вот эту вот беру, конечно. Потому что, ну, за 150-й. Ну, опять они в шок, нормально? Я думаю, что здесь, я уверена, что здесь мы же покупали кенгурушку. Да, но все равно. Помните видео про коллекцию Марии Примаченко, как там были просто вбитые? Да, наверное, надо проверять. Впадает. Да, наверное, нормально вбили. Ну, вот люди же в шов вбивают. Они просто дырки делают. Все равно проверили. Вот, ну, сейчас, может, надо что-то еще померить. А я пойду, когда спрашивают про футболки. Я уже устала. Да, ты же платьишко хотела. А, ну, конечно, сейчас. Ну, платьишко пойдем. Я поскакала мустам. Все, я уже довольная купила лавандовую футболку за 28. Ну, Томми стоил 150, пусть он пока 150 и стоит. Они дали мне какой-то такой чек с какой-то, я не знаю, карточкой. Что-то такое, не знаю, Наташа отдам. Пусть выяснит, что это такое. Может, какой-то розыгрыш. Вот, сейчас еще Наташу. Ну, футболка лавандовая была классная. Мне понравилось. Сколько она там стоит? Там, 5-6 долларов. Мне нравится. Так. Где-то вот в таких серебряшках, наверное, Наташа. Ну, я ее не вижу. Занырнем. А, вон она, все. Ох ты какая, смотри. Прям скачет. Что за вот это? Пайки-барклай. Что-что? Сколько она стоит? Сколько она стоит? Ты так просто важно сказала. 300? 130. 130, но еще вполне нормальная цена. Я купила лавандовую, потому что Томми 150. На, смотри, что нам дали. А что нам дали? А, я не знаю, что это такое. Да, я знаю. Я не понимаю. Что это там? Купи, наверное, дом и тебе будет... Купи дом и тебе дадут 5 сезон. Я не знаю, что это такое. А, какой-то наступный закуп. А, на 500 онлайн. А, и 75, наверное, скидка. Какой-то код еще. Не, ну, если 500 покупать и 75 скидка, то нормально. А, короче, чек есть. Футболочку я купила. Что с ними не пала? Задавать всем. Она в рюкзаке. Что это такое? То так, то это. О, вот берем этот. Это за 90 очень хорошо. Барклау. Ты что, с ума сошла? Какие деньги? А, ну, покажи. Как глисты, извините. Эпилекция уже скачет. Что-то я это. Ну что, хоть какой-то шопинг у нас сегодня и произошел. Да. Да, я купила фиолетовую, которая, Наташа, вообще не нравится. Лавандовая, мне нравится. Классная, с большим рукавом, легкая ткань. Напишите в комментах, вам бы понравилось. Ну, Томми, конечно, был лучше, но реально 150, ну, в другой жизни. Все, Наташа там, если Наташа что-то найдет, мы, конечно, озвучим. Я купила Томми. Пойди за этот? Наташа, без пойти за этот, купи Томми. Наташа, вот купишь себе Томми, не вопрос. Ну, что это такое вот? В общем, ладно, пишите комменты. Почитаю, отвечу. Все, всем спасибо, всем пока.